На перемены надо решаться в момент, когда вы понимаете, что с вами происходит на данном этапе вашей жизни. Значит, вот у нас с вами жизнь, она же сама собой складывается. Это нам кажется, что мы такие все решительные и так далее. А так, на самом деле, человек в основном – это броуновское тело, находящееся под воздействием молекул среды, понимаете, которые там движутся и толкают это броуновское тело. И дальше нужно просто понять, что за среда, которая вас, как броуновское тело, толкает во все возможные, понимаете, стороны. Опять же, я подчеркиваю, представляете себе броуновское тело, нет? Это вот частичка, ну, сначала пыльцу там просто положил, броун, припаровальное стекло. И смотрит, пыльца двигается, он думает, ё-моё, да какое открытие-то я сделал. Оказывается, вот она где, собственно, жизнь, пыльца живая. Сейчас я тут ботанику. Да, у него был такой план. Вот. Потом посмотрел, глину положил, маленькую такую же частичку по объему тоже, и глина движется. Ну, явно какая-то бредовина. Вот. А дело в чем? Много обстоятельств, да, вот этих вот молекул среды. Молекулы движутся, это температура, вы же понимаете, да? Вот. Булькает когда вообще. Представляете, там как-то, представляете, все это броуновское тело в бурлящем потоке, так сказать. Вот. На вас действует много обстоятельств. И есть некий результирующий вектор. И сказать, что вот мы сейчас так, как бы, сказать, маханем и все поменяем, это просто не понимать, как жизнь устроена. И вот для того, чтобы понять, почему у вас вот то состояние, которое есть сейчас, почему вам нужно что-то менять, ну, почему у вас возникло такое ощущение, что это нужно делать, и как вам на это решиться, нужно понять, что это за молекулы среды вокруг вас. Поэтому инвентаризация, так сказать, собственного существования – это первый шаг в понимании того, на какие перемены вам вообще, в принципе, надо сейчас делать ставку, да? И где у вас есть ресурс для того, чтобы использовать какие-то жизненные обстоятельства, для того, чтобы вытолкнуться в новую среду, в новые обстоятельства, там, где будет другое движение. Как это делать? Кроме интеллекта, я не знаю, нужен мозг. А он работает по системе, которую мы воспроизводим с помощью факт-карты. Потому что, что такое факт-карта? На самом деле, мы, то, что мозг делает сам по себе, и поэтому не очень контролируемо, да? Значит, мы помогаем это вынести во внешний мир, чтобы ему, как бы, показать отражение его. Ну, вот смотрите, вот вы как задумаетесь о чем-то, и у вас там всякие мыслишки, одна проскочит, мыслишки, другая проходит, третья. Вы даже не помните, про что вы думали. И при этом, если темы болезненные, неприятные, а изменения, перемены, это темы болезненные и неприятные. Потому что это же неизвестность. Вы не знаете, что делать. Вы не понимаете, что там будет, да? И вот ваша дефолт-система, она как, это схватит эту мыслишку, тронет ее, придет в ужас и выбросит. Дальше вы снова ходите, ходите, снова у вас на душе тоска. Отношение говно, работа отвратительная. Все ужасно. Вот. Значит, вы-то походите, нужны перемены. Мыслишку опять раз такую, и бежите от нее прочь. И дальше вот у вас, проходите там оценку, ну, на автоматизме этих блужданий мысленных, жизненных событий своих. Приходите в тоску, формируете идею необходимости перемен, каких-то изменений в жизни. А что в результате? В результате ужас, и мозг отбрасывает ее. И снова пускает вас по долине скорби вашей жизни. Вот. Да. Я сегодня особенно добр. Вот. Да. Вот. Значит, что мы делаем с помощью факт-карт? Мы берем, значит, зеркало, потому что факт-карта – это зеркало вашей дефолт-системы. И выносим на нее все ваши скорби. Вот. Вы про это думаете, про это думаете, про это думаете, про это думаете. И дальше делаете вывод о необходимости перемен. Значит, когда вы пишете в центре факт-карты, я хочу поменять в своей жизни что-то там, да? И дальше вы начинаете выгружать то, что побуждает вас прийти к мысли, что нужно что-то менять. Вы это все раскручиваете, разверчиваете и понимаете. Видите, да? Этот момент мыслишка-то уже не может соскочить, потому что она написана, рдеет красным цветом, так сказать, смотрит на вас и говорит, перемен ты хочешь, хочешь перемены. И вы обходите вот это все. И понимаете, те обстоятельства, которые сейчас в вас определяют ваше отношение, вашу ситуацию на работе, ваше отношение с кем-нибудь там из родни, из детей, там и все, и так далее. Вот. И когда вы так начинаете про это дело думать, у вас возникает опционал. Потому что, что такое факты, когда вы их раскладываете на листе? Факты — это вещи с друг с другом взаимосвязанные. И вот вы же в мозге когда думаете про что-то, у вас же по системе ассоциаций. Вы там, ну, другое, пятое, десятое. Но эти ассоциации, они те, которые у вас заложены в мозге, и это автоматизмы. То есть вы привыкли, условно говоря, может, вы этого не замечаете, но так есть. Вы подумали про это, вы потом думаете про это, а потом думаете про это. Это привычки, да? Когда вы выкладываете на факт-карте ваши обстоятельства, которые вы обсуждаете, которые у вас там внутри, вы можете увидеть взаимосвязи, которых в вашей голове пока нет. Ну, кроме того, что у вас есть в голове, нет ничего, вы понимаете, да, для вас. Вот. Вы можете что-то еще дополнить, там, еще узнать, там, и так далее. Вот. Но это такая уж деятельность целенаправленная по поиску необходимой дополнительной информации. А так-то мы с вами все равно находимся в плену тех мыслей, тех соображений, тех ощущений, отношений, которые у нас есть. И они сотканы внутри вашей дефолт-системы в некую уже сработанную систему взаимосвязи. Поэтому по системе ассоциаций вы переходите очень тривиально, да? Но эти же факты можно собрать совершенно по-другому. Ну, вот возьмите контрструктор Лего. Вот вы, понимаете, это вот как про советскую промышленность говорили, что бы они ни делали, в них получится автомат Калашникова. Вот. У вас есть набор элементов Лего, и вы из них, значит, весело, жизнерадостно все время собираете свою горечь жизненную, тоску, печаль, несчастье. Вот. Теперь, слушайте, ну да, это же отдельные элементы. Если мы их вынесем на факткарту, то мы видим, что мы возможны другие взаимосвязи между этими элементами, да? Мы, то есть, мы как бы спроецировали содержание вашего вот мозга, который там сам по себе крутит, вертит и так далее, и создает эту штуку, этот объект, арт-объект, арт-объект вашей жизни, да, и вашего восприятия там и так далее. Когда вы ее выкладываете, вы можете увидеть другие коммуникации, то есть вы можете сложить не горечь, печаль, а план стратегического захвата Альфа-Центавры. Ну, лучше, если вы не будете это делать, потому что если такое, то это я буду вынужден обратиться к скорой психиатрической помощи. Ну вот, но вы можете собрать из этого, из того, что есть в вашей жизни, из ваших навыков, умений, знаний, про что вы думаете, да, про отношения там и так далее, вы можете, в зависимости от того, где вы собираетесь перемены получать, вы можете собрать другую фигуру, другой арт-объект. И тогда вот эти элементы среды, которые воздействуют на вас, как на провановское тело, создают другой вектор. И у вас внутри порождается желание делать что-то другое или делать иначе. И вот задача факт-карта, она как раз в том, что дать нам следующий шаг, который вдруг становится очевидно, понятным к реализации. То есть вот становится понятно, что это надо делать. Продолжение следует...